Что, поехали? У меня подушка с собой. Чемодан готов. Все начинается с этого ракурса. Существует лайфхак. Если вы идете вот с этой стороны, то можно купить фаст-трек. Пять минут, никакой очереди. Кайф. Я человек, который все подарки покупает в последний момент. И есть вот напротив Fashion Gallery такой вот магазин с польскими брендами косметики. Я всегда всем девчонкам, которые я лечу, покупаю подарки здесь. Мне девушка посоветовала вот этот бальзам для тела. Он очень классно блестит. Не знаю, передает, нет. Очень-очень так интеллигентно. А тут находится мой самый любимый магазин игрушек, который я постоянно посвящаю, чтобы знать, что-то купить перед выездом. Но он закрыт. И да, я подарки покупаю ребенку до вылета, если лишь ненадолго. Но не в этот раз. Долетела я очень быстро. У меня YouTube платный. И я всегда перед вылетом скачиваю себе что-то посмотреть из ролика. Вот сейчас, наконец-то, смотрела все эти ролики, которые не успевала посмотреть в обычной своей рутине. Догадайтесь, в каком городе у меня транзит. Что подарить детям, у которых все есть? Конечно, земля, космос, звезды. Нужно раскрасить полностью все. Моя любимая сумка «Ренессанс». Забита уже просто до них совсем куртками, подарками и водой. Здесь еще одна. Короче, я поняла, что я хочу для путешествий найти какой-нибудь кревый рюкзак, чтобы было и удобно, и модно. Так что принимаем еще советы. Денис позаботился, чтобы у меня было больше места для ног, и вот мой рюкзак, и это мое место. Ну что, я прошла паспортный контроль. Ком? А кто это у нас тут? Кто это заставил Иру ехать на такси, блядь, с водителем в черном пиджаке? Стоять под дождем! Самое главное, что люди смотрят, это всегда. Конечно, так. Разреши себе проявлять эмоции. Ну, наконец-то, хоть увидим эмоции на этом листе. Да, готовьтесь, 30 августа Армагеддон не случится. Злата начнет проявлять эмоции, и все узнают о себе много нового. Ну, хорошо, еще полгода до этого ждать. Еще можно, да? Да, а вот еще пресмаки белорусские приехали. Чемодан разобран. Все развешено по вешалкам. Вот, что у меня здесь. Надо заправить кровать. Пижама валяется. Я привезла с собой зарядку свою, и Денис мне дал переходник, так что... Так, тут у нас уже все мои причиндалы разложены. Я после души уже свежая, как майская роза. Этот человек не спал больше суток. Любимый мой кремушек. Как он там показывает? Вот так. У-ху! Освечения. Красивенька. Домашние, да? Да. С ума сойти. Мы со Златой и с Федором гуляем по... Здравствуйте, Петя, Денисед. Спасибо большое. Класс. Район у Златы, конечно, топ. Такие домики, кажется, маленькие. Некоторые даже одноэтажные, но все так ухожено. Amazon Prime поехал. Очень красивые домики. Желтые, красные, настоящая осень такая была. А что вы стоите с ребенком посреди дороги? Моя дорога, хочу стою, хочу, иду. B. Безопасность. Слушай, смотри, там вот баскетбольное кольцо. Какая улица красивая. Просто супер. Роскошь. Ну вот мы зашли в продуктовый магазин. Даже не Whole Foods, обычно какой-то тут небольшой. Смотрите, какой выбор овощей. Идеально. Внезапное включение с океана. Злата привезла меня на океан. Злата, скажи всем привет. Привет. Мы тут все ехали за кофе, отвезли Фетю в садик. И первое, куда меня отвезла Злата, это, конечно же, тадам, океан. Это не пингамины, это что. Офигеть. Злата рассказывает, что они в этом году первый раз смотрели Супербол. А почему? Расскажи, почему. Живем в Штатах, 11 лет. Никогда в голову не приходила посмотреть футбол. Вообще просто, ни на секундочку. И тут моей прекрасной дочери, 8 и 10 лет, приходят ко мне и говорят, мамочка, давай посмотрим Супербол. Я говорю, зачем? Мы же правил не знаем, игроков не знаем. За кого болеть? Что делать вообще? Что, какие чипсы есть? Какую колу пить? Ничего не понятно. Мам, ну пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, почему? Ну там же будет играть бойфренд Тейлор Свифт. Мы будем за него болеть. Понимаете, как это все работает? А я в Телеграм-канале все вам уже до этого рассказала. Кто с кем спит и почему. Сегодня мы будем с вами сушить волосы вот этим прекрасным прибором. Это Дайсон Хуяйсон. Значит, нажимаем. У меня смотрят дети. Простите. Это китайское слово. Делим голову пополам. И как обычным утюжком. А у нас такой, знаешь, ненавязчивый на заднем плане продукт-плейсмент календаря Айере. Никто не есть секрет, что тут у нас еще. Айфон. Все подходит. Перепутывай. Если ты вот так, видишь, воздух отсюда выходит. Если ты возьмешь наоборот, он будет дуть наверх. И будут, вот видишь, он наоборот, ну типа в ту сторону. Всегда нужно вот этой золотой частью вниз. А, видишь, он так вот выправляет и сушит. Пять минут, и все слухо. Пожалуйста. Мне еще, ты вот так сразу выделить свою проборку, которая у тебя есть. И сразу, и сразу... А, ты раздеваешь? Страсть параллельно так выделять. Это называется Render Runway. Компания началась, мне кажется, лет, там, не знаю, 10 назад. Они сдавали в аренду платья, которые... Как это? На ковровую дорожку их одевают, называется. Это вечернее платье, вот. Типа люди не хотели... Американские женщины не хотели покупать дорогие платья, которые они одевают один раз, и они висят в шкафу. Это чисто я на Гала купила платье, а оно висит. Ну, это вот общая проблема многих людей тогдашних. Ну, вот, они начинали с вечерних платьев. Был очень такой узкий кейс по вечерним платьям. Естка в Вегас, берешь себе платье, отдаешь, все. И вот ты в Вегас взялась себе платье? Но сейчас они сдают в аренду не только платье, и они сдают в аренду все. Джинсы, пальто, майки, там, вот, даже сумочки и украшения. Я взяла такой прекрасный пиджак с пайетками, который явно никогда бы в жизни я больше не надела, кроме как один раз в Вегас. Вот он такой блестящий. Ну, после каждой аренды вещь идет в химчистку, и будет у меня вот такой топ с голеньким животиком. Черные кожаные штаны. Это такое на один раз надел и забыл. Черное лечение у меня платье. Шикарно. Вот такая будет красота. Ну, как-нибудь так зима даже, можно сказать, холода. Как застегивается через дырку, короче, оно такое, нахлёстно, короче. Тут бока голые, асимметричные, без плеча получается. А сколько ты платишь за это? У меня... Я плачу где-то 175 долларов в месяц. И берешь что-то, что хочешь? Нет. И у меня есть две доставки. В каждой доставке шесть вещей. То есть, получается, 12 вещей я могу разных пробовать. И если, кстати, мне что-то нравится, я могу их выкупить, а не там по какой-то себестоимости продаются. То есть, типа, если этот пиджак стоит, там, не знаю, 500 долларов, сейчас его там несколько раз сдали в аренду, он будет стоить, там, 300, например. И я могу его купить за 300, а не за 500. Ага. То есть, там дырки на животик. Можно, да, иногда поглаживать себе живот. Испокаивать. Класс. Домохозяйки из Калифорнии пахнули систему. Смотрите, за год я померила, поносила, отправила обратно 122 вещи от 72 дизайнеров. Если бы я это всё купила, я бы, конечно, оху... 42 за год. За год. Офигеть. Вот я ездила на Бали, я вот этот костюм брала, кучеряшку носила и отдала. Даже не стирал, даже воду не трасила, ни порошка, ни грамма. Это очень экологично. Завернула в мешок и отправила ребяткам. Ребятки в химчистке всё сделают. У них здесь есть и украшения даже какие-то. Тори Бёрч у них есть, у них есть... Марк Джейкобс у них есть. Итак, что у нас получилось? Кромые, сухие, ровные волосы. Ой, интересно, а что это у нас тут за дизайн такой? А где я брала? Почём? Оля, привет! Я готова. Ты готова? Я готова. Пойдём. Всё мы снимаем. Да, всё снимаем. На тебе сделаем. Вау. Да. Да, ты за мной поухажала? Да. Good afternoon. Можешь слышать музыку через них, одеваешь и у тебя возле уха микрофон. С камеры по бокам две, да? С камеры, да. Ты можешь здесь вот нажимать и снимать, можешь с телефона снимать. И как наушники, вместо наушников звонки делать, музыку слышать на пробежке. Всё, что хочешь через вот эту. За ушами. И ты слышишь и людей, и слышишь то, что у тебя в ухе. Это тоже будет очень прикольно. То, что в наушниках ты, получается, часто не слышишь, что вокруг. Если особенно сейчас эти вот Pro. Смотри, 33-й год, потом 34-м, уже свай. Они сделали. В 35-м, даже в 35-м уже было видно небольшая башня. А здесь, смотрите, 35-й, 6-й и 27-го мая 37-го года. Вот это делали до конца. Ира просто развела тучи руками. Солнце светит. Голден гейт не в тумане. Это вообще, блядь, три дня в году Голден гейт не в тумане. И сегодня это он. Ну что поделать. Я была хорошей девочкой. Видите, там еще и радуга. Видите ее? Голден гейт и радуга. Вон Алькатрасик. Когда-нибудь я на него попаду. 8 метров одну и в другую сторону. У нас... Какая глинтуда, практически, сколько? 17 метров. Херак? Херак. Вот это большой остров от Angel Island. И это было карантинным местом пребывания иммигрантов. Их там выселяли на несколько месяцев, когда они приплывали издалека, чтобы... Никого ничем не привезли. Да, новые болезни. В Калифорнии, в Сан-Франциско. Вот так сними, вот так сними. Еще и фоточки сделай. У меня всегда после приезда Иры 13 тысяч фотографий. Спасибо, Ира. Пожалуйста. Фок-глоу. Реально похоже на туман. Смотри, это... То есть 27 тысяч маленьких таких... Хабелей, кобелей, кобельковских. Офигеть. Офигеть. Так издалека, смотри, реально выглядит как трос. Типа это легкая, да? Да. Подходишь? Только я сегодня сказала датрициологу, что я питаюсь правильно. Что-то пошло не так. Это не я, это вот она. Сосисочка. С беконтиком. Мир с овощами же. Таблучок. Смотрите, какой вид. Мы едим хот-дог до фоне Долгенгей. Да, очень неожиданное место для того, чтобы сделать фонтан йоды. Немного о том, какой в Сан-Франциско прямоугольный. Все в таких блоках. Я просила дат отвезти меня в океан. Сейчас горят из-за потепления, но кустрички не очень. В теплой воде. Немного о чем-то ничего. На самом деле, первый раз здесь ем на месте. Обычно и первый раз получаю тарелки и кружки. Обычно дают такой очень милый конвертик розовый с этим бутербродиком. И ты этот конвертик держишь, кушаешь. При этом всегда разъебываю. Приехать в Америку и не зайти в Сифору. Ну, в принципе, это все то же самое, что у нас. Как же мне нравится эта маска. И как я на нее давно уже смотрю, стоит, наверное, 455 долларов. В следующий раз. Пол чемодана, если что, будет занимать. Это новая линейка от Леди Гаги. И Роуз Инг от Роузи Хансинг и Уайтли тут тоже уже есть. Селена Гомес тоже на месте. У нас косметика Арианы, а это косметика визажиста Makeup by Mario. Визажиста Ким Кардашьян. Короче, косметики здесь очень много. Разные. Именно декоративные. Очень красиво. Вот храм православный, пожалуйста. Все есть. Эвкалипты, храм. Старбакс, Сифора. Ну, как-то протянем. Какие у них не были прекрасные эвкалипты. Лолу Лемон уже что? Не тот. Не тот Лолу Лемон. Короче, бренд Лолу Лемон. Давай расскажем про него. Никто не знает. Никто не знает. Но в Европе мало кто знает, на самом деле. Тут вы уже носите это все в силиконовой вашей долине 5 лет, да? Да больше уже. Я приехала и говорю, о, класс. Да, тут все-таки классные леггинсы Лолу Лемон. А я плачу. Я покупаю Лолу Лемон уже больше за 5 лет просто. Одну и ту же модель штанов, одну и ту же модель кофт. Просто вот хожу, уже и размер знаю, и все знаю. Качество привыкло. И последний раз. Та же самая модель, та же самая кофта, та же самая леггинсы. Через 2 недели катышки, через 2 недели выцепил цвет у кофты. 2 или 3 стирки я сделала. Все. А кто мне вернет мои 300 долларов? Никто. Ну, а раньше сколько ты носила эти вещи? Очень много, годами, наверное. Я их покупала новые не потому, что я их снашивала. Я могла их потерять где-то, забыть в путешествии. Там, я не знаю, что я с ними могла сделать. Но с ними ничего не происходило. Это когда вечные были вещи, не растягивающиеся леггинсы, ни при каких обстоятельствах. Ничего с ними не происходило. То есть ты покупаешь леггинсы за 150 долларов, но ты понимаешь, что они с тобой навсегда. Вот. И чтобы покупать новые, тебе нужно было что делать? Терять старые. А сейчас достаточно постирать 3 раза. Катышки можно идти за новыми. Мне кажется, они раскусили вот этот... Это ход, маркетинговый ход. Типа люди перестали часто приходить в Lululemon. Они стали делать хуже, как в H&M. Вот, понимаешь, типа, маечка 10 долларов. Дешево, дешево. Зато 2 стирки нахер, нахер, нахер. У меня есть мои любимые леггинсы, моя любимая кофта в Lululemon. Одного и того же размера. Она стоит столько же, уже 7 лет, блядь, стоят эти леггинсы. 120 долларов, кофта стоит 150. С таксами 300. Что вы знаете, есть у Тейлор Свифт песня. Называется «Champagne Problems». Это чисто про тебя.